Всем привет друзья мои и снова добро пожаловать на Кухню Троли. А мы продолжаем приготовление трех блюд из одной курицы. Если вы помните, в прошлом видео мы начали готовить чахотбили, если не помните переходите по ссылочке и смотрите как мы это сделали. Теперь у нас осталась грудка куриная от курочки. Взвешиваем ее. Сколько же она у нас весит? Она у нас весит 550 грамм. Итак, помимо 550, а я не сказала, что же мы будем готовить, боже мой. Мы будем готовить куриные котлетки или как их называют еще мясо по-албански. Итак, что нам для этого нужно? Итак, мы взяли 550 грамм куриной грудки, 150 грамм майонеза, примерно стакан муки, соль и черный перец по вкусу. Все просто. Итак, приступаем к готовке. Что нам нужно? Нам нужно куриную грудочку порезать очень миленько. в общем-то маленькими такими кубиками. Вот я их нарезала полосками, полосками, пластинками, теперь полосочками и вот такими. Это, по-моему, самая долгая из всего. Ну, как всегда, я забыла сказать, что нам еще нужно растительное масло для жарки обязательно. Ну, полный рецепт будет в описании. Все, режем кубиками всю нашу грудку. Так вот. Мы нарезали меленькими кубиками. Что мы делаем? Дальше. Выливаем майонез сюда. Некоторые добавляют к этому рецепту лук. Я не добавляю, потому что по мне он получается чистоватый. Но, если вы любите, не вопрос, можно добавить только соль, перчик. С солью не переборщим, потому что у нас что? Правильно, майонез уже соленый. Вот будем пробовать. Перемешиваем все это хорошечко. Вот получается вот такой вот, что это? Фарш. Тесто-фарш, на самом деле. Все. И оставляем это на какое-то время мариноваться. На самом деле, если у вас много времени свободного, то можно и на ночь оставить. Ну, вот так, на часок. Полчасика. В принципе, достаточно. Эта курочка, она достаточно быстро мариновается. Идем? Друзья мои, наше мяско постояло. У нас он не стоял недолго, с полчасика. Высыпаем муку порциями. Почему я сказала приблизительно полстакана муки? У нас должно получиться не слишком густой полстакана. Но это я много сказала, на самом деле. Просто мука должна связать тесто. Ну, у меня половина ушла, на самом деле, и этого достаточно. Все размешиваем хорошенечко. И отправляемся все дожарить. Нараскаливаем на сковороде на растительном масле. Ребята, наливаем маслечко так от души, чтобы они прям хорошо там плавали. Я не знаю, сколько здесь. Ну, с полстаканчика, наверное, примерно. Ну, я не знаю, 60-80 милл. Все. Ждем, когда масло хорошенечко разогреется. И ложечкой будем выкладывать наши котлетки. И, главное, получается их достаточно много. Они достаточно сытные. И, естественно, мы подаем их гарниром, любым, который у вас есть. Рис, макароны, пшеничная каша, гречневая каша, все что угодно. У нас как соус, кетчуп, майонез или самодельная подливка. Все, сковородочка у нас хорошо нагрелась. Ложечкой берем и выкладываем в котлеточки. Такие котлеточки немножко плоские, чтобы они у нас хорошо прожарились. Я руками помогаю, потому что они довольно вязкие такие получаются. Сейчас мы их выкладываем на сковороду. Уменьшим огонь, естественно, накроем крышечкой и будем доводить до готовности. До румяной корочки, собственно. Дорогие друзья, вот такая красотень у нас получилась. Получились вот эти чуть... Ну, у нас, как всегда, салюты, свадьбы. Новороссийск рулит. Новороссийск форева. Так вот. Теперь сюда не мы живем. Я не приду, ты на фиг. Ну, ладно, так вот, не об этом. Теперь мы отварим какой-нибудь гарнир. Сейчас посмотрим, что там у нас есть на полочках в наших закромах. И все, и идем кушать. Всю эту красоту, это очень вкусно, очень нежно. Ну, как обычно, у нас-то по-другому и не бывает. Поэтому, не забывайте подписываться на наш канал, потому что эта серия еще не закончена. Мы будем еще много-много чего интересного вам показывать. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на все наши паблики ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, в Google+. Мы есть везде. И обязательно радуйте себя и своих близких. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...